Всем привет! Сегодня история от подписчиц. И сейчас я ее зачитаю. И если вы считаете, что такие истории полезны, на моем канале нужны, ставьте лайк, подписывайтесь. Давайте приступим. Моя история не про турка, но вдруг будет интересно вам и подписчицам на психологическую тему. Я познакомилась с парнем-иностранцем в Тиндере. Он прекрасно говорит по-русски, живет в моей стране больше 10 лет. Профессионал в своей сфере, очень талантливый, интенсивно учит немецкий, чтобы получить работу в Германии через полгода. Очень нравится мне человек. Первые встречи были интересные, глубокие разговоры на социальные темы, романтические жесты, но умеренно. К чему я не привыкла, так как в прошлом у меня были парни, которые признаются в любви через пару недель уже, а еще через неделю говорили иногда, что хотят у меня детей, потом пропадают нас совсем. Именно в такие, как мне кажется, отношениях, не очень нормальных, я и нуждалась тогда, да, от своей недолюбленности. Был очень странный момент в начале, когда был в городе локдаун, метро закрыто, такси стоило больших денег, должна была случиться наша вторая встреча, которую я инициировала. Мужчина живет на другом конце города, я предложила встретиться в центре, чтобы не так дорого добираться. Он согласился, а потом в день встречи предложил приехать к нему, поработать вместе, он тоже на удаленке работает. Что-то приготовить, покушать, посмотреть, выпить вина. Меня это возмутило, да, я только как предложение секса могла это трактовать. И иногда открыто к сексу на втором-третьем свидании, но в этом случае это было бы неуместно. Я не чувствовала к этому человеку, что к этому идет. Я ему написала, что первое, это не окей, что он меняет планы наши очень резко. Второе, я не хочу идти домой к мужчине, которого видела всего лишь раз в жизни, хоть он мне и понравился. И третье, мне это тупо дорого на такси туда ехать. Он так оскорбился, как я могла о нем такое подумать. Окей, я говорю, может быть, я тебя всего раз и видела, и предпочла бы сближение на нейтральной территории. И все такое. В общем, я думаю, каждая женщина поймет меня. На что он еще упрекнул меня, что ты скорее пустишь домой чувака с коучерфинга, с хорошими отзывами, чем человека, чем которого ты сама видела. Галя, наверное, надо было еще тогда прекратить наше общение. Я тоже об этом сейчас думала, когда читала. Но общение я не прекратила. Часто испытывала недовольство отношениями. Все время себя спрашивала. Это потому, что раньше парни меня очень быстро завоевывали, внимание давали. Могли встречаться со мной три раза в неделю, когда я захочу. Я не привыкла к обычным мужчинам, которые медленно сближаются, завалены работой по-настоящему. Сначала потому, что он часто отменял встречи или переносил. Потом, что я с ним все, что не делаю, то люблю. Мы не были филармонии. И потом, я с ним не делала то, что я люблю. Мы ни разу не были в филармонии или в лесу. Только то, что разговоры, может быть, сходим. Да, я понимаю, встречаться с врачом и приботователем, тот еще челлендж. К этому вроде бы привыкла, но когда зашла речь об эксклюзивности, спустя два месяца, может, рановато в наши дни, я не знаю. Но я не принимаю, если человек, с которым я сплю, спит с кем-то еще. Был очень мутный у нас разговор. На мой вопрос, спит ли он с другими девушками. Сказал, что нету на это времени и желания. А у меня вопрос, а если бы было время и желание, что тогда? Он, получается, чувствует себя в этих отношениях свободным? Через полтора месяца встречу он мне сказал, что у него есть пятилетняя дочь. Его история, когда он приехал в мою страну, ему было 17 лет, его девушка была на 9 лет старше него. Жаловаясь, что она его абьюзила когда-то, он воспитала его под себя, ограничивала общение с друзьями, подругами, они были вместе 9 лет. И подозревал он ее в изменах. С дочкой своей общается. За 3 месяца общения он познакомил меня с друзьями, я со своими подругами. Тоже куда-то ходили. Он вроде стал более внимательным к моей жизни, спрашивал всякое такое. Начал даже звонить по телефону. Но его фразы меня насторожили. Любви не существует. Это субъективно. Я дурочка в моменте не расспросила подробно, когда он это сказал, что имеет в виду. Он еще так же говорил. Я не могу долго концентрироваться на одном человеке, а на мою претензию, что он меня не слушает, быстрее ждет, чтобы вставить свою реплику. У наших детей будет плохое зрение, а потом про свою дочь. Это последний ребенок. Больше у меня детей не будет. Я тогда вообще не понимала, про каких детей в будущем он тогда говорил. Я не чувствую, что мы сближаемся, переписки формальные, привет, как дела и все такое. Вчера пристала к нему с этим и получила ответ опять, как он страшно занят. А я этого не понимаю, что устраивает, что он пишет мне, когда ему хочется, звонит, когда хочется. А тебе хочется, наверное, говорить о вселенной. Но, как я уже говорила, я не хочу ничего глубже, чем то, что есть сейчас. Вот он вам ответ. Он не хочет ничего глубже, чем как у вас сейчас есть. А вас это сейчас не устраивает, поэтому вам надо решать, продолжать это или нет. При этом он пишет, как я ему нравлюсь, как он наслаждается каждые минуты со мной. Вот я не могу поверить, что не хочет он в более близких отношениях, потому что сейчас карьера на первом месте. И я читаю это, как ты не та самая, и я не хочу в тебя вкладываться. Абсолютно верно понимаете. Сейчас я думаю, а может все-таки же мужчина, как и я, привыкла, который вначале очень обходительный. А потом жри, что дают. У меня есть ощущение, что он хочет меня привязать к себе, но на его условиях только. Один раз я с ним расставалась, мол, все, не могу так больше. Он отменил встречу в день встречи не по работе, а потому, что катался на велике 40 километров. Буду спать, не было сил такое терпеть у меня. Но позвонила ему вернуть меня, не ожидал. Но позвонила ему вернуть меня. Сами позвонили, что? Или вы ошибка тут в написании? С уговором, что не будем планировать встречи четко. Я буду делать свои дела и планы, если у меня будет время, будем встречаться. В его время свободное, более спонтанно. Говорил, что нужно обсуждать проблемы. Например, вот я себя так веду, потому что мне с тобой комфортно. Я так долго вообще был один. Он про свое свидание в Твиттере, когда я у него дома один день в неделю бываю. Галя, разве вначале может быть так трудно? Я так боюсь опять встретить человека, который забросает вниманием. Вот он ответ. И через неделю без слов исчезнет. Может из этого страха я выбираю еще менее подходящих мужчин. Совершенно верно. Как должно происходить сближение в здоровых отношениях? Ой, в здоровых отношениях должно было быть так, чтобы вам было комфортно, классно, и вы хотели отношения продолжать. Вы их тянете на себя, везете, вам в отношениях не кайфово, я там останавливалась раньше. И вы себя сейчас уговариваете. Мне так страшно, так страшно быть одной, мне хочется хоть кого-то рядом. Даже на вот это я согласна. Вы это оправдываете неким медленным сближением. Все очень просто. Если мужчине нравится женщина, он с ней вступает в нормальные отношения. У него какие-то свои пунктики, свои проблемы существуют. Вам зачем в этом копаться? Зачем вы это оправдываете, натягиваете, додумываете, придумываете и так далее? Зачем это делать? Какой вам, скажем так, от этого выхлоп, да, и результат? Никакого. Не бывает трудно, плохо. Вы с человеком встречаетесь? Когда говорят, вот это тоже нездоровая ситуация, когда говорят, он мне сразу не понравился, а потом мы притерлись и даже полюбили друг к другу. Нет. Это уже мы притерлись. Я принял, я уломал себя, я уговорил себя. Хоть как ты можешь это называть, да? Но это не то, что это любовь. Любовь не должна быть с первого взгляда. У вас должна быть симпатия к партнеру, желание развивать отношения. Человек упирается, он рогами, руками, все вот так вот просто тормозит. Знаете, у меня так собака упирается. У нас есть ветеринар, через два дома у нас живет ветеринар. Ну, это как бы офис ветеринара через два дома. И когда мы в тот край, мы с ребенком ходим гулять и с собачкой нашей, да? У меня как собака, когда вид ветеринара, мы его уводим только, если у него что-то болит. Он сейчас часто болеет. У морки тот, у которых слабый желудок. Это йоркширский терьер с баллонкой мальтийской. У них слабые желудки по питанию. В общем, любую грязь на улице подберет. Он потом бедный мучается два дня с желудком. Мы ему капельницы ставим, лечим и так далее. Поэтому он частый гость у ветеринара, да? И у меня собака, когда мимо ветеринара проходит, видит вообще стекла как бы его кабинета, офиса. Он меня вот так вот, он просто АБС включает. Я с ним просто мимо иду. Он через дорогу идем, метров пять от офиса. Он меня так лапами тормозит, понимаете? Как в машине АБС просто. Его только на руки брать, переносить куда-то. Он не может вообще идти. Вот этот наш мужчина в отношениях, как мой пес. Он так боится самоотношений, проблем. Он вот так вот лапами останови, не надо, не надо. Он пользуется мнимыми а-ля отношениями. Он получает внимание, приятные слова и секс. Что еще надо? Все. Никаких серьезностей, ничего не ждите. Вам этого даже не обещают. И вам открытым текстом говорят, что я не хочу. Вот так как сейчас неглубоко, несерьезно, поверхностно есть, меня так устраивает вот этот мой образец отношений. А уже вам делать выбор, хочется вам так или нет. Вы в конце, в последнем предложении прекрасно все описали. Мне так страшно найти плохого, ошибиться и так далее, что я уже нашла себе заранее мужика, которому ничего не получится. Я себя этим успокаиваю. Вам вообще надо с ним заканчивать эту историю. Пока место занято вакантное, вы другого не встретите. Прекращайте это общение. Дело не в том, как... Вообще у вас проблема выбора мужчины. Почему вам раньше мужчины выбирали не тех, кто... Вы сказали, я выбирала мужчин, которые много словами закидают, наобещают детей нарожать и так далее, а потом через какое-то время, через 3 месяца, 3 недели сливаются. Вывод-то какой? Что любите-то вы ушами? Чтобы вас взять, получить то, что хочется, мужчинам... Такие многие мужчины к этому прибегают. Они врут, да? Они говорят то, что вы хотите услышать. Вы, развесив уши, сидите, получаете допуск к телу, пожалуйста. Они вам по ушам поездили, получили, что хотели, поняли, что тут неинтересно, ушли. Вот, наверное, такая у вас схема отношений, да, раньше была. А вы сидите за чистую монету, вот эту лапшу с ушей снимаете, и думаете, когда замуж-то выходить, да? А когда детей-то рожать? А мужика уже нет. Он уже след его простыл. Но это происходит потому, что вы получаете от мужчин то, что вы хотите слышать. То есть, естественно, вы выбираете таких мужчин. И значит, о чем это говорит? То, что вам не хватало в образе мужчины, скорее всего, с детства, в подростковом возрасте, или там, это касаемо вашего первого мужчины, хороших слов. Чтобы вы говорили, что вы красивые, что вас любят, что все серьезно. То есть, либо мужчины, с которыми у вас вообще первые отношения были, либо с папой проблема в том, что поверхности отвержения вопрос. Поэтому, кто вам хорошо на уши присядет, по ушам поездит, про свадьбу детей, кино, домино, вся история, вы искренне в это верите, открываете душу, у вас потом, скажем так, съезжает. Но поймите, такая манера поведения, некрасивая, я не оправдываю ни в коем случае, это ужасно. Многие мужчины, не только наши, иностранцы, так вообще во всем мире мужчины вешают а-ля лапшу на уши, по ушам женщинам ездят, потому что они говорят то, что женщина хочет услышать, чтобы получить быстрее доступ к телу. Это не говорит о том, что надо прямо на расстоянии держать, вообще там до свадьбы не спать или что-то. В таком роде надо просто контролировать себя. Для того, чтобы это сделать, вам надо, честно скажу, несколько консультаций к психологу, понять, во-первых, причину, что с вами происходит, почему такие реакции, и второе, найти свои ошибки. Какие вы именно, я уверена, если проанализировать вот эти ваши похожие отношения, как вы раньше мужчин находили, ваше поведение, там будет всегда одна и та же ошибка. И если все это анализировать, то, может, легко будет, можно будет найти. И просто не делать эту ошибку со временем, у вас не получится, надо найти свою ошибку. И тогда будут попадаться те самые, знаете почему? Когда вы будете знать свою ошибку поведения, на что вы там ведетесь в сказках вот этих мужчин, просто когда вам будут попадаться опять такие мужчины, вы будете знать, что по результату этого не будет. Это опять мне сейчас по ушам поездят. И вы просто будете скакивать с таких отношений, и путем вот этого перебора вы все равно придете, поймете уже, будете по-другому считывать мужчин, кто серьезный, а кто нет. Ваш вопрос – доверие и желание. Доверие происходит к мужчинам ненадежным, потому что вы ждете хороших слов, приятных. У вас потребность, на самом деле, вот в этом эмоциональном, поэтому вы к этому очень быстро доверяете, открываете, а вас потом кидают. Вот так бы я это назвала. Девочки, напишите в комментариях, что вы посоветуете, как вы считаете, в чем проблема, может быть, причина и так далее. Я вам всегда оставляю свою почту под видео. Пишите ваши истории для публикации на канале или записывайтесь на психологические консультации ко мне. Спасибо за внимание. Всем пока!